Доброе утро! Бедный планшет, я его подвешиваю, где только могу, боюсь, чтобы не грохнула. Сегодня я проснулась почему-то очень рано, ранее в 7 часов утра, видимо, потому что стала ложиться рано спать. Меня это вполне устраивает. Перед тем, как стоять на дорожку, я себе запарю овсяночку. 40 грамм сухой каши, а воды уже залью так, чтобы она была жидкая, чтобы ее приятно было кушать, а не как наждачку. Вот. Что хочу сказать? Я же вроде как снимаю видео, говорю об ощущениях, о собственных. Вот. Вчера я так завзято взялась делать спортивные упражнения, и вот он результат. Знаете, память остается, что ты все еще легкая, пушистая и спортивная. До рождения ребенка была еще в спорте, то есть как-то мне кажется, что легкость это мое. Ну и, собственно, я никогда тюфяком не была. Сыночек рос, я с ним и в футбол, и по горам, и по лесам, и по морям. То есть я не была таким вот мешком тяжелым, то есть всегда была в форме. Теперь кажется, когда очень много лишнего веса, кажется, ты все такой же пластичный, подвижный, что ты зашибись. Бой-бой-баба, все могу. Все могу, да не все могу. Вот вчера тороплюсь же, тороплюсь же, нажирала 4 года, а тороплюсь, скинуть же надо чуть ли не за 4 недели. Так, конечно, не бывает, я это знаю. Знаю, что год, наверное, мне надо будет точно работать, ну, работать усиленно, потому что 4 года назад я была гораздо в меньшем весе, для меня он был катастрофическим. 86 килограмм. Заметьте, это даже не 105, это 86 килограмм. Он для меня был катастрофическим и сигналом, что Лена, ты что? Ну, и Лена быстренько понесла свою задницу в спортивный зал. И за 10 месяцев я потеряла, сколько, 24 килограмма. То есть я пришла к весу 72 килограмма, в отличной была форме. Во вчерашнем видосе я прикрепила эту фотографию, где я в красивой желтой рубашечке в Санкт-Петербурге, в Александр... Не, в Пушкин, наверное. В Пушкин, в Пушкине, в Пушкине, блин, в Питерце, простите меня, если я изувечила замечательный город Пушкин. Там, по-моему, Александровский парк, вот это вот мы с Димкой гуляли. Я такая красивая, губашечки, и в шортиках твою мать. Вот, шортики не выбросила, стремлюсь к этим шортикам. Так вот, к чему я все рассказывала о спортивности и о тяжелости своего тела. Кто идет примерно тем же путем, что и я, не щемитесь, не ломитесь к физическим таким упражнениям, агрессивным, или я не знаю, как это назвать. Я вчера позанималась, помимо дорожки, и должна вам сказать, что у меня болит коленный сустав правой ноги. Вот, сейчас я встану на дорожку, меня это абсолютно не радует. Я вообще планировала избавиться от лишних килограммов, а потом начинать делать именно зарядку. Ну, решила, а потом передумала, что теперь скажешь. Вот, передумала, и теперь имею сустав. Буду идти на дорожки, вот, буду, стану легкой, потом пойду на акробатике, у Марусечки возьму уроки, на акробатике. Окей, не хочу болтать, делаю кашу, пока она будет запариваться, и сейчас я на свою дорожечку. Дорожечка, она у меня прямо вот она, вот она здесь. То есть, у меня такая кухня-спортзал, я разделила ее условно, когда я купила дорожку, выкинула обеденный стол. Думаю, рот закрываем. Хотя обедаю я за компьютерным столом в рабочем кабинете. Вот, ну, так себе решила. Все, окей, дорожку уже не буду показывать, как я ее завожу, традиционная, моя вступительная. А вот сегодня вступительная, ну, я поразговаривала с вами, да, сонная, ну, еще не проснувшаяся, отечная-то сна, но, как говорится, полюбите нас черненькими. Все, после дорожки, ну, после дорожки, конечно, покажу. И, наверное, сегодня после дорожки взвешаюсь опять, хотя я этого не делаю, не люблю это делать, потому что весы меня не радуют. Но такова, вот, салявуха. Все, окей. Открыла дверь, чтобы на дорожке было чем дышать. Нечем дышать. Гарь. Гарь невыносимая. Показываю вам солнце. Так, теперь уфинишу. Как-то приостановить, почему-то руки дружат. Сегодня шанс поведен со скоростью 53 км в час. Забыла, потому что поставила видеоролик. И увлеклась, смотрела его. Пришло сообщение о том, что заплатировали мой вчерашний видосик в Инстаграм. Что-то пишет музыка. Я поняла, я выходила из комнаты на дорожку, там орала музыка, как всегда. Видимо, я не знаю каких-то авторских прав. Не знаю менять. Но, в общем, я подумала, как видео прокручу. Вот опять я учусь. Вот эти вот музыки. Где тут я? Да, как-то сегодня очень неожиданно у меня все позаблокировали. И Фейсбук, и Инстаграм. Боже, отсвечивает. Инстаграм написали, что я использую в некоторых регионах музыка. Она лицензирована. Я ее использую. Ну, захватила. Окупировала чужую музыку. Мне пришлось подложить под этот роличек, поменять его, подложить стандартную iPad'овскую музыку из программки, в которой я монтирую свои видеоматериалы дневные. Не знаю, посмотрю, как оно пройдет дальше. Но впоследствии делать больше не буду. Я не замечаю. У меня музыка круглые сутки. Видеоролики. Вон Базилио разговаривает. Нравится мне этот депанок. Абсолютно здравые вещи говорит. Но, во всяком случае, пока я ничего не встретила того, что мне бы не подошло. А я сижу, кушаю свою утреннюю кашку. Это 40 грамм сухой овсяночки на воде без соли. Вот такая у меня кашка. Хорошего дня. Итак, друзья, время моего второго принятия еды. Я полагаю, что это все-таки обед. В полдевятого я позавтракала. То есть, три часа пришло. Я рассчитываю на свои силы, потому что кушать ночью я не привыкла и не буду. Не могу, даже если это нужно, не буду ночью есть. Вот мой обед. Вот мой сегодняшний обед. Здесь кашка, малашка, гречка 140 грамм готовой. Здесь индюшатина 47, ну будем считать 50 грамм. Я ее стушила на вот таких яблочках, которые вы видите. И буквально себе взяла все вместе вот это вот 50 грамм чего? Курица и яблочко получилось 70 грамм. То есть, 20 грамм запеченное яблоко зеленое. Не знаю, вот надо у кого-то уточнить, можно это есть или нет. И, блин, а сколько я забыла. 100 грамм редиски, 60 грамм огурца и 160 грамм... 260 грамм и 3 вот этих коктейльных помидора. Вот это я буду сейчас кушать. Ну, не знаю, съем, не съем, но буду есть. Приятного мне аппетита. Спасибо, что смотрите мой дневник. Друзья, покушаю, скажу всего одно словечко. Если очень тщательно пережевывать еду, повторюсь, курицу индюшатину я не люблю, я ее сделаю очень мелкой, я ее очень долго и медленно, ну как, именно тщательно пережевываю. Я абсолютно насытилась, я никогда не думала, что 50 грамм мяса съесть, можно наесться. И вот остался у меня салатик, половина салатика. И должна вам сказать, что кушать я уже не хочу. И по привычке сталкивать в себя я не буду. Привычки я меняю. Поэтому я съела 125 грамм салатика. Все. Очень коротенько. Это 16 часов дня. Третье принятие пищи. 230 грамм салата. Не съела с обеда. 100 грамм. И где-то 130 грамм мяса. Вместе с двумя кусочками, тремя кусочками печеного яблока. Все. Буду кушать. 19-30. Я думаю, это последнее моё питание. Хотя надо 5 раз питаться. Что-то я не могу никак. То ли у меня страхи. Я знаю, что это неправильно. Но надо как-то это отрегулировать. То есть тут 150 грамм салата. В него я добавила 10 грамм тыквенных зерен, семян и кунжут. И 2 белка от яйца. В общем, вкусно кушать хочется. Приятного мне аппетита. А вам пока. На улице смог. Вонь. Всё в молочном тумане. Я понимаю, что ночью вы не увидите. Это просто вишня. Ночные съёмки не самые лучшие. Но я сегодня только освободилась. Я сейчас так занята своим питанием, что прямо уже и не знаю, когда настанет работа, как же я буду справляться и работой, и питанием. Правильно. Всегда всем говорила, правда, я ржала по этому поводу, что если тебе работа мешает жить, брось её. Да. Ванизма, конечно, конкретная. Бегу я по такому дымогану. Так, ладно. Пойду я. Пройдусь немножко. Всё-таки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова